Не могу не предоставить слово человеку, который был задержан 12 июня 2017 года. Я напомню, что поводом к проведению нашей акции, одним из поводов, стали как раз эти события. Не просто задержан, а получил 10 суток административного ареста. Иван Овсяников, мой уважаемый товарищ и друг. Ну, друзья, я все-таки получил 5 суток административного ареста. Тут есть товарищи, которые отсидели больше меня. Тем не менее, даже для меня, для которого гнилость нашей судебной системы не является каким-то открытием. Вот эта ситуация 12 июня, когда сотни людей, задержанные на Марсовом поле, прошли через судебную фальсификацию промышленных масштабов. Даже для меня это стало своего рода откровением. Потому что на сотни и сотни задержанных, сотни и сотни административно арестованных, не было практически ни одного оправдательного приговора. Это показывает, что вся судебная система, вся судебная система Петербурга, она тотально коррумпирована. Речь идет не о банальном подкупе, как это часто говорят. Коррупция это не банальный подкуп. Коррупция это когда органы власти, которые по идее должны представлять некий общий интерес, работают в интересах элиты. В данном случае мы видим, что судебная система не имеет ничего общего с правосудием, она не имеет ничего общего с выбором между добром и злом. Это бюрократическая, чиновнищая, вертикально организованная система, которая работает, как работают другие чиновничные институты. Так не должно быть. И, конечно, мы как марксисты в большинстве своем здесь присутствующих понимаем, что говорить о независимости суда в классовом обществе невозможно. Даже самая демократическая судебная система все равно не находится в вакууме. Все равно даже в самых демократических странах, даже самые демократические суды присяжных выносят приговоры, опираясь в том числе на классовые предрассудки, на классовые деления. И, безусловно, говорить о том, что выборность судей кардинально изменит ситуацию и создаст некий идеальный суд, не приходится. Но, тем не менее, даже не признавая эту догму о независимом суде, мы должны сказать, что суды должны быть зависимы. Да, они должны быть зависимы. Должны быть они зависимы не от власти, не от директив, не от МВД. Они должны быть зависимы от общественного мнения, от народных масс. Они должны быть ответственны перед народом. Выборность судей, безусловно, очень правильный, очень верный лозунг, который наверняка найдет отклик в сердцах миллионов людей Нас здесь собравшихся немного, да, конечно, очень многие люди понимают, что невозможно в нашей текущей политической ситуации говорить о какой-то выборности судей У нас нет ни честных выборов депутатов, да, у нас на всех уровнях существует просто дикий авторитарный режим, вертикально организованный, бюрократический, клановый и так далее Поэтому наверняка многие люди, которые разделяют это требование, не пришли сюда сегодня по той простой причине, что считают этот лозунг в настоящее время невыполнимым Однако я все равно считаю, что мы должны артикулировать это требование, артикулировать этот лозунг, потому что этот режим, тот режим, при котором мы живем сейчас, он не навсегда Рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, он падет И в этой ситуации мы не должны допустить, чтобы произошла просто очередная рокировка, очередная смена элит Мы должны добиваться глубоких демократических преобразований, требования выборности судей, требования демократизации, гуманизации судебной системы, безусловно, должно быть одним из самых основных Поэтому спасибо всем, кто пришел, спасибо всем, кто поднял эту тему, товарищам из Объединенной Кумпартии Это требование есть, безусловно, и в программе Российского Социалистического Движения И мне бы хотелось напоследок, чтобы не говорить уж совсем банальные вещи, призвать всех собравшихся, может быть, уходить от такого немного ритуального формата И переходить от таких единичных акций, которые мы проводим, переходить к компаниям и проводить наши требования Не просто выходя и заявляя о них на пустую площадь, участвуя и организуя компании в защиту людей, пострадавших от судебного произвола Не только политических заключенных, но и социальных заключенных, тех людей, которые стали жертвами судебного произвола И на конкретных, может быть, локальных, но фактурных примерах показывать, как функционирует нынешняя судебная система И предлагать нашу альтернативу ей. Спасибо